Слава Богу! Те ли, что мы счастливы, да? Как счастлив я, что я Христа имею. Как счастлив я, что Он всегда со мной. И дальше слова. Живу я им. Об этом не жалею. Можно сказать, живу ли я им. Когда мы живем им, то мы не жалеем. Так? Пускай Бог благословит нас, чтобы нам всегда жить им и для Него. Сегодня я хотел бы немножко поговорить о некоторых местах Священного Писания. Первое, это Луки 9 глава. Здесь, в последнем стишке 62-м, Иисус Христос говорил, сказал такое слово. «Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия». Это слова Иисуса Христа. И перед этим была такая встреча, такой разговор с Иисусом Христом. Несколько человек, они имели разговор с Иисусом Христом. Написано с 57-го стишка. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. И дальше другой сказал, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить Отца Моего. Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. «А ты иди, благовествуй, Царство Божие!» И еще другой сказал, «Я пойду за Тобой, Господи, но прежде позволь мне проситься с домашними Моими». И Христос в ответ на это сказал то, о чем я уже читал, что никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия. Это слово, которое Христос сказал и каждому из нас. И еще одно место, которое я хочу напомнить, тоже слова Иисуса Христа, это 17 глава Луки, это же главы, всего несколько слов, 32 стишок. «Вспоминайте жену Лотову». «Вспоминайте жену Лотову». Это слова Иисуса Христа. И Иисус Христос обратил на это внимание, когда говорил в последнем времени о том, «как было во дне Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого, как было во дне Лота, и там перечисляется, что было, да, ели пили, женились, выходили замуж до того дня, как Ноя вошел в Ковчег и пришел потоп и погубил всех, так, когда было во дне Лота, ели пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба. Дождь огненный и серный и истребил всех. И Христос говорит, «Вспоминайте жену Лотову». Почему Христос сделал ударение и вот привел пример именно жену Лотову? Жену Лотову. Лотову, да? Здесь даже не говорится о ее имени, да? Как ее звать, мы не знаем. Как звать жену Лотову, неизвестно. И Слово Божие умалчивает об этом. Но почему-то Иисус Христос не сказал, что вот вспоминайте там мать мою, да? Хотя многие это делают, целые течения не только вспоминают, а поклоняются, молятся ей. Но Христос никогда не сказал, что вспоминайте, да, о ком-то еще. А здесь Он сделал ударение, вспоминайте жену Лотову. И этот пример, и это слово Он оставил для нас. Я хотел бы немножко вернуться в историю и посмотреть, что же произошло и что Иисус Христос хотел показать именно этим примером. Этим примером, что мы можем взять для себя, какой урок мы можем взять для себя именно с этой истории о жене Лотовой. Мы видим, что Лот был племянник Авраама, да, мужа веры. Он был племянник, он слышал много слов. Авраам имел общение с Богом, прямое общение. И я думаю, что Лот он знал об этом всем. Он знал об отношении Авраама с Богом. Он вышел в Сура Халдейскую вместе с Авраамом. Он услышал этот зов и пошел вместе с Авраамом. Он вышел оттуда. Сура Халдейскую это было место, где жил Авраам. Это языческое место. Люди жили там по своей воле. И Бог призвал Авраама. И он вышел. И с ним вышел Лот. И они много жили вместе. Лот слышал много. И я думаю, жена Лотова, она также слышала вот этот призыв Божий. Она видела эти, как бы, жизнь Авраама. Она видела его. Но пришел момент, пришло время, когда здесь говорится, это 13 глава Бытии, говорится о том, что они жили уже долгое время в земле канаганской, странствовали, в шатрах. И вот земля была непоместительна для их двоих. Много стад было. И бывали случаи, когда пастухи Авраамовы и Лотовы они ссорились из-за пастбищей. И вот позвал его Авраам это 9 стих 13 главы и говорит не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты направо, если ты налево, я направо, если ты направо, я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора рожалась водою, как сад Господин, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и двинулся Лот к востоку. И делились они друг от друга. Обратите внимание, Авраам стал жить в земле Ханаанской, в шатрах, он там странствовал, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатри до Содома. Жители же судомские были злы и весьма грешны перед Господом. Я думаю, что жена Лотова, она, наверное, помогла ему в выборе. Обычно женщины подсказывают, они стараются, чтобы мужья сделали правильное решение. Именно в таких вопросах, когда касается устройства, удобства, комфорта, то они проявляют инициативу. Я думаю, что жена Лотова, она тоже подсказала, смотри, Лот, как там красиво, как прекрасно, как зелено, как там привлекательно, да, и как бы не было, они сделали это решение. И написано, что Авраам остался жить в шатрах, он остался путешествовать, он остался жить там, где Бог ему сказал, Бог сказал Аврааму, уходи и странствуй по этой земле. И не написано, я не находил, чтобы Авраам где-то поселился в каком-то городе там, да, и соединился с каким-то народом, не было такого. Он иногда выходил в Египет, там пребывал, во время голода, да, но здесь написано, что Лот раскинул шатры свои и стал жить в городах, окрестности, и раскинул шатры свои до Судома, то есть он выбрал эту местность, и хотя эти люди здесь отмечено, они были весьма грешны перед Богом, но Лот жил возле них, но прошло время, прошло определенное время, и Лот оказался в Судоме. Как Лот оказался в Судоме? Он жил в шатрах, он жил в окрестности, но прошло время, Лот оказался в Судоме, и я думаю, наверное, в этом тоже была заслуга его жены, она, наверное, имела какие-то аргументы, что нашим детям нужно расти, дочерям надо замуж выходить, надо как-то жить, да, давай переселимся в Судом, там удобней, там может быть больше комфортабельней, там лучшие условия для жизни, и мы видим, что они переселились в Судом, и когда пришло время, когда состояние этого города, оно уже было вопиющее, уже написано вопль, дошел до Бога, их неповедение уже было вызывающее, написано, Бог послал ангелов, чтобы истребить эти города, Судом и Гомору, и когда я не буду это все вспоминать, Авраам имел беседу с этими ангелами, которые были посланы истребить Судом и Гомору, и вот когда они пришли к Судому, интересно событие 19 глава, пришли те два ангела к Судому вечером, когда Лот сидел у ворот Судома, Лот сидел у ворот Судома, Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал, Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, умойте ноги ваши, и встаньте поутро, и пойдете в путь свой, но они сказали, нет, мы ночуем на улице, я хотел бы обратить внимание, что мы знаем, что Судом, это уже он стал нарицательным именем, да, если мы слышим даже в наше время, когда вот этот грех, он прогрессирует, говорит, это Судомиты, это грех Судома, и почему Лот уже сидел у ворот Судома, как уважаемый человек этого города, Лот полностью стал быть частью этого города, он жил в этом городе, он построил там дом, он там жил, его семья там была, его дочери были в этом Судоме, и мы знаем из этой истории, что его дочери, они выходили замуж за жителей Судома, они слились с этим народом, они стали жить там, несмотря на то, что этот город, он был очень грешный, братья и сестры, это не просто история, Иисус Христос сделал ударение, чтобы мы вспоминали об этом, и знаете, я хотел бы сказать, что Лот, он был уже в большой опасности, он находился у ворот Судома, он был у ворот Судома, он находился у ворот этого развращенного города, в котором происходили вот эти всякие беззакония, написано, он видел и мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, он видел эти все беззаконные дела, но он был в этом городе, он там был, он там находился, его дети там были, они там были, в этом Судоме, и получается ангел, написано, Бог вспомнил об Аврааме, когда посылал ангелов истреблять Судом, почему-то не написано, что он вспомнил о Лоте, который сидел у ворот Судома, Бог вспомнил об Аврааме, он вспомнил о своем завете с Авраамом, и он послал, чтобы спасти этого человека, он послал ангелов, чтобы вывести, и мы знаем эту историю, я все не буду читать, они пришли, они, мы знаем, как их встретили, эти жители Судома, действительно проявили свою греховность, свое беззаконие, то, в чем они жили, и когда ангелы поразили этих людей слепотою, они сказали Лоту, иди, выведи всех, кто в этом городе есть твои, дочери, затья твои, всех выведи, потому что мы истребим этот город, и написано, что Лот вышел и говорил с зятями своими, с дочерями своими, говорит, давайте уходим с этого города, но что там сказано, им показалось, что Лот шутит, мне в этом это выражение о многом говорит, им показалось, что Лот шутит, оказывается, Лот он, наверное, любил, как по-английски говорится, фан, да, любил фан, он любил своими внуками пошутить, с зятями, рассказать какую-то интересную историю, да, и в этот момент, когда была очень ответственная ситуация, Лот вышел и начал серьезно говорить своим затьям, но они опять подумали, что Лот шутит, что Лот шутит, это была очень большая трагедия Лота, его повседневной жизни, эти затья, которые взяли его дочерей, они жили, они имели общение, я думаю, постоянно с Лотом, но почему они подумали, что Лот шутит, оказывается, в его жизни, видать, было что-то легкомысленное, и мы видим, что ангелы поторопили, говорят, берли своих двух дочерей, жену, и они взяли их за руки и вывели, и говорят, иди, спасайся на гору, иди, спасайся, чтобы тебе не погибнуть, и они пошли на эту гору, и тогда, конечно, Лот упросил, чтобы идти в Сегор, ангелы говорит, иди в угодность тебе, иди в Сегор, хотя он впоследствии там не остался жить, эти жители тоже были злые, они ушли в пещеру, жили в горах, но что произошло, почему, сказано, вспоминайте жену Лотову, она шла сзади Лота и оглянулась, она оглянулась, ангел строго приказал, идите и не оглядывайтесь назад, идите спасайтесь на гору, идите не оглядывайтесь назад, и она шла сзади Лота, и она оглянулась, она посмотрела назад, и написано, что она стала соляным столбом, и она стала для нас примером, Иисус Христос сказал, вспоминайте жену Лотову, она была предназначена ко спасению, ангел был послан с неба, чтобы ее спасти, он уже вывел ее, она уже была на пути, она вышла, чтобы спастись, но она не спаслась, она погибла, она вышла, она шла, какое-то расстояние прошла, но она погибла, она осталась, она развернулась и стала соляным столбом, и говорят сегодня даже в Израиле, когда туристы ходят, я не знаю, кто был в Израиле, мы ответили эту жену Лотову, я не знаю, если это она та или другая, говорят, там эти горы целые соляные, да, из них делают вот эти, может быть, говорят, там ни одна она стоит, ни один этот уже памятник, сделанный жены Лотову, но как бы ни было, Иисус Христос говорит нам, вспоминайте жену Лотову, знаете, самое важное, самое важное, что приводит к нам, к этим обстоятельствам, это наш выбор, это самый первый выбор, Лот выбрал себе это место для жительства, и я хотел бы немножко поговорить именно, может быть, об этих причинах, почему жена Лотова не исполнила Слово Божье и Ангела, которое он сказал, и повернулась. Я смотрю, что может быть несколько причин, по которым она это сделала. Одна из причин, которая и нас тоже касается, это любопытство, да, Ангел сказал строго, идите и не поворачивайтесь, не глядывайтесь назад, не глядывайтесь назад, но знаете, всегда, когда что-то запрещается, это очень хочется его сделать. Знаете, психологи делали эксперименты, обыкновенный забор, да, и люди постоянно туда проходили, и они один раз написали такую табличку, там дырка в заборе была, и написали не смотреть туда, не смотреть. И знаете, что обратили внимание, каждый, каждый, кто шел мимо, он туда обязательно посмотрел. А что там такое, что туда нельзя посмотреть, да. Что там такое, что туда нельзя посмотреть. И люди, все люди шли и туда заглядывали, или даже те, которые никогда туда не смотрели. Или поставили зеркало, оно давно стояло там, да. Написали записку «Не бросать камни в зеркало». И на следующий день оно было побитое. Обычно то, что нельзя, люди всегда делают. Помните историю, когда ковчег израильский, ковчег завета был взят в плен филистимлянами. И он был многое время там, и Бог поразил филистимлян. И они смирились и упросили Бога, спросили, что нам делать с этим ковчегом. Большие язвы Бог послал на этих филистимлян. И сказали, возьмите этих двух телец, поставьте на эту телегу этот ковчег и отправьте, и посмотрите тех, которые родили первых телят. Возьмите этот телят, запряжите. Если он пойдет туда, к Израилю, значит, это проблема, что вы взяли то, что не должны были брать. И они так сделали, и эти коровы, они пошли прямо в сторону Израиля. Пришли на поле и остановились там. И что жители сделали? Они обрадовались, ковчег пришел. Но они знали, что туда нельзя смотреть. Они знали, народ израильский знал, что туда, в ковчег, нельзя заглядывать. Но что любопытство. Они хотели посмотреть, а что ж там в ковчеге? А есть ли там скрыжали? А есть ли там другие вещи? Они начали открывать крышку ковчега, заглядывать туда. И что произошло? Пошло поражение. Люди стали падать мертвые. Из-за чего? Они делали то, что они должны делать. Это любопытство. Это первое, что привело к трагедии. Я думаю, так же и жену Лотову. Братья и сестры. А в нашей жизни не встречается это. Мы знаем, что можно, что нельзя. Мы знаем, что с грехом заигрывать нельзя. Иногда мы выходим на интернет, да? И мы знаем, что там очень много опасностей. Но иногда страничку за страничкой мы уходим, уходим, уходим. И заходим туда, где уже мы не можем выбраться. Мы уже залезли в болото. Мы уже зашли туда, откуда очень тяжело выбраться. И что нас туда завело? Да любопытство. А что же дальше? А что же дальше? А что будет дальше? Братья и сестры. И может привести к этому небратимому положению, в которое попала жена Лотова. Она стала соляным столбом. Очень многие, которые уходят в это положение, очень тяжело им возвратиться. Братья и сестры. Особенно молодежь. Очень тяжело. Этот грех, он так затягивает. Это любопытство, оно так затягивает, что люди уходят. Иногда очень трудно от этого освободиться. Братья и сестры. Один раз попробовал. Второй раз попробовал. И уже человек не может освободиться. Второе. Что я думаю, жену Лотову толкнуло на этот шаг повернуться. Они оставили все. Что они могли взять с собой? Я думаю, они жили в судоме в достатке. У них был свой дом. Их было нажито много кое-что. Много было богатства. Много было нажитого. Много было чем они владели в этом судоме. Они жили там долгое время. И вот ангел пришел ночью и сказал, выходите. Пускай он дал им, например, полчаса или час. Соберите необходимое и выходите. Спасайтесь. Спасайтесь. Братья и сестры. Что за это время можно было взять с собой? Что за это время можно было взять с собой? Я думаю, если бы нам реально пришла эта ситуация, что нам нужно было, нам дали даже 24 часа собраться и уехать. Ну, что бы мы могли взять с собой? Вот в наших домах. Что можно было за это время взять? И обычно люди берут все самое ценное. Самое ценное. Мы когда уезжали с Эстонии, мы уезжали. Да, люди из Советского Союза уезжали. Многие, молодые этого не знают. Собирались, паковали вещи. Можно было два чемодана взять. Да, и то их надо было таскать. И нести с ними. И люди брали, думали, звонили. Что же надо? Что ценное? Что нужно взять? И мы паковали, делали все. Говорили, вот это надо взять. Некоторые брали дорогие вещи. Те, которые никогда кольца не носили. На все руки поодевали кольца себе и детям своим, чтобы что-то взять, вынести. Может быть, деньги, что-то нам деньги не разрешали брать. Да. Но что-то брали, чтобы чемодан не влазило. На себя одевали, хотя жарко было. Но шуба дорогая. Да, как же? Хотя и жарко. Но как-нибудь пройдем. И мы брали с собой, приехали сюда, а здесь оно не нужно. А здесь не нужно. Благо, что можно отправить назад гуманитаркой. Вот туда отправляли многое назад. Братья и сестры, я думаю, что жена Лотова, она шла и думала, а я же там то оставила, я то оставила. И прошло время она оглянулась. Она оглянулась. Это была рукавая ошибка. И поэтому пускай Бог благосовит нас, братья и сестры, чтобы это плотское, оно нас не остановило. Мы идем в вечность. Мы идем в вечность. Иисус Христос придет за церковью один только раз. Он придет один единственный раз за тем, чтобы забрать свою церковь. И те, которых ничто не будет держать, которые не оглянутся. Иисус Христос перед этим, где Он говорил, вспоминайте о жене Лотовой, Он говорил об этом. Он говорил, я не буду читать, время уходит. Он говорил об этом. Вы дома прочитайте это место Священного Писания. Это Луки, 17 глава, с 26 по 33 стих. Внимательно давайте проследим это место, чтобы ничто не могло нас остановить и отвлекти от главной цели. Мы все на пути. Апостол Павел говорил в послании филиппинцам, я не почитаю себя достигшим, да? Говорит, я еще на пути. Я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее. То, что сзади, я забываю, я на него не оглядываюсь. Простираюсь вперед. Я иду вперед цели. Почести высшего звания во Христе Иисусе. Братья и сестры, много кое-что может нас останавливать. То, о чем я уже напоминал немного, я еще обратю внимание, это момент, который также наши дети, да? У Лота остались внуки, дочери остались в Судоме. Жены его дочери остались в Судоме. Они остались, они не вышли. Этот мир, эта жизнь, этот комфорт, в котором они жили, эти условия, эта обстановка их устраивала, хотя и грехи там были, хотя там беззакония были, но жизнь, да, удобство, все это, оно их толкнуло на то, чтобы они остались. И я думаю, что жена Лотова, в ее сердце, оно было там в Судоме. Она вышла с Судома, она шла, но сердце ее там осталось. Остались дети, остались внуки, остались затья, все осталось. И она не смогла, она не смогла идти дальше. Она вернулась, она повернулась в Судом. И это была ее катастрофа. Братья и сестры, сегодня мы на пути, мы на пути. Поэтому я хотел бы, чтобы мы в нашей жизни делали, во-первых, правильные решения. Правильные решения. Все, что в этой жизни мы приобретаем, все, что в этой жизни мы имеем, братья и сестры, оно все останется, как все в Судоме осталось, все накопленное Лотом. Оно осталось в Судоме, все сгорело. Братья и сестры, мы иногда нашу жизнь посвящаем на эти все материальные вещи. Иногда на работе предлагают овертайм, да, платят больше. Но это время, когда мы могли бы быть на служении. Бывает воскресный день, платят в два раза больше. Только поработай, да. Приобрети больше, ты можешь больше приобрести. Ну, а что мы потеряем за это, братья и сестры? Мы иногда можем сделать решение, это в нашей власти, для того, чтобы сделать правильные решения. Мы иногда можем много приобрести в этом мире, но потерять главное, так как Лот потерял. И впоследствии мы видим, что то, чему, что видели его дочери в Судоме, те грехи, которые окружали их, они это сделали. Они сами с Лотом это сделали. Мы знаем, что произошло впоследствии, когда эти дочери переспали своим отцом, да, сделали этот грех. Как они могли дойти до этого? Они это видели в Судоме. Они жили среди этого. И это пришло в их жизнь. Они решились на это, братья и сестры. Поэтому это слово, это не просто история. История из прошлого. Иисус Христос говорит, вспоминайте об этом. Вспоминайте. Для чего вспоминать? Чтобы нам делать правильные решения в жизни. Чтобы нам делать правильные поступки. Чтобы нам не привязываться к этому. Чтобы, когда пройдет это время, нам не быть привязанными. Чтобы нам легко от этого оторваться. Пускай Бог благословит, братья и сестры. И чтобы эти примеры, они послужили для нас, для пользы, для блага, для спасения нас и наших детей. Мы будем идти к молитве, чтобы Бог благословил нас. Чтобы Бог помог нам. А если мы находим себя в чем-то, чем мы привязаны, сегодня есть время что-то поправить. Сегодня есть время что-то поправить. Чтобы тогда, когда Иисус Христос говорит, когда услышите и будете на поле, не возвращайтесь назад. Когда будете наверху, не возвращайтесь что-то взять. Вспоминайте жену Лотову. Да благословит Бог каждому из нас. Чтобы нам действительно иметь правильные цели в жизни, правильные приоритеты. Использовать наше время на правильные вещи. И если мы знаем, что это служит во вред нам и нашим детям, нашей семье, позаботьтесь об этом, чтобы оно не стало катастрофой в жизни. Да благословит Бог, братья и сестры, мы склонимся, помолимся Богу, прославим Его имя, Ему слава. Аминь.